И снова привет, вы на бойцовском канале в ударе. Сауль Альварес подписал контракт на бой с Уильямом Скалом. Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес и первый номер рейтинга IBF Уильям Скал подписали контракт на бой. Об этом сообщают зарвежные источники. Сауль последний поединок провел против Хайме Мунги в мае этого года. В том поединке, продлившемся всю дистанцию, Канелл одержал победу единогласным решением судей. Уильям Скал в последний раз выходил на ринг против Шона Хамфилла в мае этого года. Тот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Уильяма единогласным решением. В его активе 22 победы, 9 нокаутом и ни одного поражения. Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Деллахоя обратился к абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе мексиканцу Саулю Альваресу. Ты постоянно повторяешь «К черту Оскара! Он кинул меня! Ну а почему ты обвиняешь других людей?» «Я точно знаю, что многие люди пользуются твоей добротой. Ты помог заработать мне, и я тебе благодарен, но сам ты боишься сразиться с Дэвидом Бенавидисом. Так что иди-ка ты!» – говорит Оскар Деллахоя. Обязательный претендент по версии IBF кубинский супер-средневес Уильям Скулл поторопился, когда объявил о поединке с Саулем Альваресом. Вероятно, он неправильно понял сообщения в соцсетях своего промоутера. Те объявили о том, что якобы заключили сделку с Канелло. При этом о деталях ничего не говорят. Прямоутеры лишь заявили о том, что Сауль сам обо всем расскажет. Похоже, речь все же идет не о бои, а о сумме отступных. Так считает обозреватель Сальвадор Родригес. Он утверждает, что обязательный претендент от WBA, Пуэрториканец Эдгар Берланго, уже рассказал своей команде о том, что в сентябре у них бой с мексиканской суперзвездой. Не исключено, что взамен Уильяму Скулу предложат место в карде шоу Канелло Берланго. Дэвид Бенавидис заявил о том, что Сауль Альверес – это дойная корова для поясов WBC, WBA, IBF и WBO. Американский непобежденный боксер Дэвид Бенавидис объяснил, почему его бой с Саулем Альвересом во втором среднем весе до сих пор не состоялся. «WBC назначил меня обязательным претендентом, но последний и самый важный шаг не был сделан. Они не назначили бой. Почему? Потому что Сауль Альверес для всех как дойная корова. И WBC, IBF, WBO, WBA существуют только благодаря проценту от гонораров бойцов», – говорит Бенавидис. «Они берут по 3% с Канелло. Вот почему Саулю позволено делать, что он хочет, и выбирать соперников попроще», – говорит Бенавидис. Дэвид Бенавидис по-настоящему разрывается между суперсредним и полутяжелым весами. Новоиспеченный временный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Дэвид Бенавидис не может определиться, где же продолжать свою карьеру – в суперсреднем весе или в полутяжелом. Бенавидис несколько лет назад умудрился дважды потерять полноценный чемпионский пояс WBC, в первый раз провалив допинг-пробу, а во второй – когда не смог уложиться в весовой лимит перед обязательной защитой возвращенного ему титула. Вот такие вот новости на сегодня, друзья, пишите в комментарии, как считаете именно вы, кто же станет следующим соперником Дэвида Бенавидиса. Пишите, что думаете в комментарии, мне будет очень интересно прочитать. Ну а с вами, как всегда, был бойцовский канал ВУДАРе, подписывайтесь и ставьте пальцы вверх.